Мой первый опыт рофинга был около трех или четырех лет назад, когда мы с другом в Новосибирске залезли на наш самый первый кран высотой. Я сидел на экране, я видел город с высоты, с которой я никогда еще не видел. Вот эти вот машины, которые там ездят, где-то далекие люди, как муравьи, вся вот эта инфраструктура, объем. Я понял, что это мое, что я этим буду заниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я начал лазить по крышам для того, чтобы снять город. Город с высоты, чтобы сделать такие снимки с такого ракурса, с которого обычно человек не может сделать, и хочу, чтобы мои фотографии чем-то отличались от других. Архитектура меня стала интересовать с того момента, когда я стал фотографировать город с высоты. Он немного имеет другой облик, он, может, даже более красивый. И так, в таком ракурсе видит его, точнее, мало кто видит его в таком ракурсе. Слушай, ну он, он, короче, такой прям серый, урбанистический. Но он крутой. Нет, 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 он именно такой прям урбан, но невысокий. Ну, то есть тут очень много современной архитектуры, что-то такое вот. Мы, наверное, одни из первых, кто начали выкладывать фотографии с крыш. И причем не просто там, смотрите, вот я сюда залез, а именно красивые кадры с художественной составляющей. Когда мы вдвоем, мы мотивируем друг друга лезть все выше и выше. Когда мы вдвоем, это что-то типа как-то одна команда, и у нас вдвоем получается все лучше. Мы залазим на здание выше, и он везет, мне кажется, просто лучше. Да, просто каналы Вести у нас... Как карму, правильно скажем. Удача. Да, но тут ключ. Я просто думаю, если там есть какие-нибудь входы-выходы... А пойдем попробуем изнутри, нет? Ну, или стой, что там? У нас, ну, действительно получается каким-то непостижимым образом забраться куда угодно, будь это суперохраняемое здание, которое там охраняет военные, ФСБ, там, МВД, кто угодно. Все равно у нас получается это сделать. Допустим, мы поодиночке пытались залезть на главное здание МГУ в Москве, это Сталинская высота, не получилось. Вместе получилось. Вдвоем залезли, и после нас больше никто залезть так и не смог. Субтитры сделал DimaTorzok Главная опасность серфинга – это сорваться и упасть с крыши. Чтобы этого не произошло, нужно иметь голову на плечах. Тех людей, которые залезают как-то на край и делают экстремальные кадры, можно по пальцам пересчитать. Субтитры сделал DimaTorzok Ебать мой хуй, как тут скользко. О, блин, холодно, скользко, пиздец. Ну, вообще, пиздец. Я лазаю по крышам, потому что мне нравится снимать, мне нравится тот продукт, который у меня получается, а потом вот эти фотографии. То есть я лазаю за фотографиями. И за эмоциями тоже. Я пойду, смотри, туда и типа вправо. Давай я попробую захвачить. Давай. Чтобы был угол. А ты попробуй залезть сюда. Потому что мы занимаемся руфингом, потому что это приносит нам удовольствие, какие-то эмоции, которые мы не можем получить в обычной жизни. Всегда или нет, я не знаю. Потому что мне кажется, что это просто часть моего творческого пути. И к чему мир перейдет, я не знаю. И к чему мир перейдет, я не знаю. Я не знаю, я не помню. Ник на subsequently вообще, я не могу. И за раньше сегодня узнать, я не могу. Всем спасибо. Продолжение следует...